здравствуйте дорогие друзья сегодня хотел обсудить такой важный вопрос как снять подшипник с хондовского кольнвала на данном экземпляре это от 34 ну и есть еще 28 там принципе похожий кольнвалы как видите подшипник здесь лежит прямо на балансире никаким съемником здесь отцепиться вообще нереально уже пробовали как бы вот как я изначально делал так делать нельзя на начале своей карьеры давным-давно не знаю лет десять назад просто тупо зубилом острым в распор вот так бил чтобы сдвинуть подшипник потом уже спрессовать его чтобы двухлапчатым съемником зацепить и снять чтоб получился зазор так сказать но в общем сразу же практически на первый второй раз у меня получилось так что я ушатал кольнвал как это сделал в общем бил и у меня балансир то есть на него нагрузка тоже идет немножко сместился то есть вот здесь вот в этот вот этому пальце провернулся немножко сторону соответственно понимаете что вот а сейчас сразу сбились то есть уже не совпадение осей просто начал собирать тогда тоже половинка не подходит да что ж такое то он покрутил и у меня балансир ходит вот так с эллипсом в общем ушатал я коленвал пришлось менять коленвал еще добавок дальше думаю ну надо значит что-то технологию изменять ну посмотрел в ю тубе подскажу как я сделал у известного человека который сейчас уже отошел от этих дел все этот канал знают очень много там подписчиков не буду говорить ну в общем крымчанин так скажу так как он делал я щас вам подскажу как еще можно то есть берем уже два зубила одно зажимаем в тиски ну друг вот так вот ставим в распор то есть одно зубил упираем с этой стороны а другим другой стороны бьем вот соответственно уже то есть меньше уже с этих всех крутящих моментов и то есть перекос не получался я так делал все нормально было опять же ставилось желательно чтобы вот так вот параллельно допустим вот пальцу как-то так вот раз и отсюда чтобы понимаете что вот вот этих вот качение меньше вероятность было чтобы он провернулся ну короче я решил как бы модернизировать технологию и чтобы меньше было ударных нагрузок подшипник потому что не всегда подшипник убитый а если оригинальный подшипник если он хорошем состоянии блин жалко его выкидывать потому что сейчас такие подшипники говно пошли все видали наши видосы то есть то что помирают могут прям быстро за сезон прям легко так что я сделал я сделал как бы типу два таких небольших зубильца вот такие вот две пластинки так 8 полмиллиметров я мерил эти пластинки я отрезал от советского ключа то есть сталь соответственно не не говно марки 3 необычная сталь а уже сто процентов хромированная подкаленная то есть крепкая уже сталь до инструментальный сталь из инструмента так сказать сделаны из убитого ключа я думаю в любом гараже у кого-то есть какие-то советские старые разъебанные ключи из которых можно вот это все сделать изготовить наподобие пускай будет потоньше там не на ней не 8 миллиметров на пятерочка и сколько и на тисках решил попробовать выдавить просто подшипник чтобы вот этих ударных нагрузок не делать вот такие нас тисочки на маленький садим смотрите маленькие на маленьких не получится потому что соответственно большой вылет то есть там подшипник плюс от 2 пластина вот так вот мы поставим вот так вот под подшипник так сейчас секунду опля удобно так раз вот так 2 и будем все это сдавливать чтобы чтобы выдавить подшипник до тиски вот этим малым малый нужно побольше однозначно у нас есть вообще шикарные тиски думал конечно кого такие прям классные есть советское время свою где-то дед раздобыл лет так 40 может надо так муж 50 дедовский стадо и так ну вот как это делается в общем вот так вот мы ставим сюда упираем пластина и с другой стороны сейчас попробуем я кстати только что пробуем ни разу еще не пробовал так давай оператор поджимай сейчас посмотрим как это все получится сейчас хотя бы надавим там уже будем так выставлю нормально так давай попробую поджимай так даже секунду секунду неплохо выставил так друзья у нас не получилось это приходить пришлось модернизировать наши пластины в общем смысл в чем то что плохая опора их выворачивала так вот они выворачивались и все ничего не получал в общем вот я сделал так приварил пластиночки чтобы опора была получше никуда они чтобы не девались я попробуем короче то днем позже да да так ну в общем хотя получилось поджать сейчас будем пробовать давить наш попали на место подавлю неудобно сейчас переставлю нажимай дается нет да тиски с тысячи двигается давай короче это этот неудобно снимать и все мы принцип все поняли как все пусть попробуем давить у нас продаются не продаются еще ребят метод работает у нас уже вот уже влезли туда наши зубильца импровизированные и подшипник уже начал сползать давай сейчас я буду поджимать снимай неудобно крутить так там не тяжело оп черт сполз до видно было почти сняли подшипник значит посмотреть чтобы эти зубильцы у нас не уперлись посадочное место ну чтобы там не покоться ничего но здесь нормально все они далеко еще не упрется я думаю что подшипник лезет все будет нормально запасы большим запасом тут можно же съемником принципе и присутствует нам как до конца как раз выйдет у нас максимальный радиус на вылет наших пластин так все это не держится уже даже так 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 секунду давайте до конца чтобы залезли наши упоры да может она снимется максимально уже упоры залезли то есть ну пластина бы желательно потолще смотри да видишь у нас уже не не хватает размера но тут действий море съемником клапан можно и каша даже чем-то ковырнуть и она уже сползет еле держится практически слез победа подшипник снят все у нас здесь аккуратненько ничего не покуцали в общем вот такой способ не жесткого снятия ну вот заточить надо острее думаю максимально остроту за . ну помялись они потому что я вот это дело когда приваривал металл отпустился по-любому немножко чуть-чуть помялись но сейчас перетащить заточить и у меня за . было не максимально на остроту то есть максимально остроту мне кажется даже не помнется так все метод работает вполне размер очки сейчас посмотрим что по размерам в общем вот эта пластина у меня получилось длина 30 толщина восьмерка здесь вот четверка пластина упорная длина на 50 то есть это по моим эскизам вот то что чуть занялась это ну надо экспериментировать конечно первый раз мы пробу пера так сказать во первых наверное надо был подкалить вот эту верхнюю часть потому что когда я приварил я оставил металл отпустился соответствовал мягче если вот маленечко нагреть чуть-чуть масле подкалить ну не маленечко нормально это вы чешкин там ленина вот угол заточки угол атаки вот очень сориентировать можно по всякому то есть соответственно у нас где-то градусов в 30 угол атаки так сказать это упор можно сделать например 20 градусов то есть это понял да то есть за точку больше угол вот здесь вот меньше сделать вот опять же острее я вот как бы тут не очень остро заточил тут вот когда грубо на полный миллиметр нет застрений так сказать в общем вот такой результат но самый главный результат есть эта тема работает и в общем мы аккуратненько сняли подшипник особого не стуча не гремя и каленвалу никаких проблем не создали чтобы он там испортился как-то и подшипник если он еще живой например можно использовать оставить запас если тем более оригинальный и хороший еще подшипник разбитый не гудит не жужжит то есть так лучше нагрузки на него меньше то есть удар на этот манипуляции не совершали в общем ребята главное вооружение ну это конечно для одного раза делать в принципе не сложно сейчас делал это я потратил времени на все про все а кто занимается ремонтом вообще необходимая вещь как бы я так скажу вот ну что ж друзья вот такое видео получилось ставьте лайки всем до скорых встреч пока